Вот мы пришли в Никосеево, там очень интеллигентно поступаем, то во время игры человек об этом забывает, и его, может быть, самые не лучшие качества, они тоже проявляются. И лучше, может быть, о том, почему... То есть он становится натуральным. Безопасное пространство, где можно себя показать, какой-то есть. Помахливать. Это на подсознании, возможно, даже не хочешь показать, а оно всё это выклёскивается, потому что во время азарта ты за этим не следишь. А просто ты становишься открытым очем, уязвимым, и сразу видно, кто есть кто. Мне в этом смысле вспоминается игра, в которую я когда-то играла. Как это называется? Нам раздали роли, и мы на воздухе играли, проигрывали первобытную культуру, вот как она развивается. И я сама в себе, помнится, осознала вдруг такие кровожадные мотивы. Я всегда считала себя такой хорошей, честно, такой пацифисткой, экологичной и так далее. И вдруг я понимаю, что включаясь в эту игру, я запускаю какой-то другой механизм. Я его где-то уже давно оставила, вроде бы, за своими пределами. Но он включается, и я вдруг чуть ли там не собираюсь кричать крови, или там на плах у кого-то, или давайте драться. То есть, на самом деле, все это в человеке живет, в каждом, мне кажется. Просто смотря какая игра, что выпускаю. Вот, мне кажется, здесь еще в этом вопрос. Есть игры кровожадные достаточно, которые, ну вот, я не знаю, бои без правил. Смотрели же вы, наверное, да? Это же игра, вот та беснующаяся массовка. Это спорт. Ну, хорошо, спорт это игра? Слушай, я как себя ведут футбольные болельщики. Это же игра, кого-то хлопает инфаркт, кто-то в кому-то ворды. А кто-то переворачивает машутки, да? Они вдруг заснули и перестали понимать, что это игра, с чем-то как-то в сервере выглядели. Ну, конечно. Я думаю, что все есть игра. Просто в разных местах там работа, семья.